МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Максим. Денис Сергеевич, ну, как я уже сказал, мусорные навалы – это далеко не редкость. И наверняка по роду профессии часто сталкиваетесь с подобной ситуацией. Ну, а все-таки есть ли какая-то статистика? Ведется ли, сколько сейчас домовладельцев, которые не заключают договоры по мусору? Естественно, мы ведем и собираем такие сведения у муниципальных образований, запрашиваем сведения о количестве домовладельцев, которые как заключили договоры на вывоз мусора, индивидуальные договоры, так и которые до настоящего времени еще не имеют таких договоров. Вот. Это примерно половина на половину, скажем так, если брать в среднем, в среднем, по муниципальному образованию у нас на территории Красногорского района. С чем связаны чаще всего сложности с заключением договора? Ссылаются жители на отсутствие до буквально конца июля месяца отсутствовал, не был утвержден типовой договор на вывоз мусора. Теперь постановление правительства Московской области от 24 июля 2015 года такая форма типового договора утверждена, с чем, собственно говоря, мы теперь будем и работать. С этой типовой формой. Она очень простая, понятная, совершенно не сложная. Поэтому такая типовая форма для ее использования в своей непосредственно бытовой деятельности, ее можно посмотреть как в интернете, это постановление, так и обратиться к нам в Госантехнадзор, в муниципальное образование, в администрацию непосредственно. И можно к министерстве, ЖКХ обратиться в различных местах. Такую типовую форму могут предоставить каждому непосредственно заявителю или жителю. Ну, я знаю также, что люди, да, действительно, некоторые заключают договоры, но, тем не менее, оплачивать они не спешат. Такие случаи у нас возникали? Возникают случаи, разные возникают, конечно, случаи. Это отношения между договаривающимися сторонами, чисто коммерческие отношения. Мы туда, конечно, стараемся далеко не влезать и не копаться. Что сейчас также отрегулировано данным постановлением, которое я сказал, в июле оно выпущено, у нас также приняты нормы накопления мусора на каждую квартиру, будь то домовладение или непосредственно дачное владение для сезонного проживания. Эти нормы накопления также утверждены. И вот этот договор предусматривает с учетом данных норм накопления, заключения, и в котором уже и оплата по договору с учетом среднегодовых, которые рассчитаны и утверждены нормативным документом правительства Московской области, норм накопления, что значительно упрощает работу как коммерческих организаций, так и гражданам совершенно просто можно вычислять свою норму накопления, она утверждена данным постановлением. Что тоже можно как запросить в муниципальных органах, так к нам обратиться, либо в интернете этот номер постановления, я могу его продиктовать, номер его 605-26 от 24 июля 2015 года. А какое же наказание существует, что касается законодательства, в адрес лиц, которые вот такие договоры по вузу мусора не заключают? Так, наказание у нас, скажем так, закон у нас предусматривает обязанность. Закон Московской области о благоустройстве номер 191, который с 2015 года в полную силу уже действует и вступил в действие, он предусматривает обязательное заключение физическими лицами, которые у нас являются собственниками домовладения, для постоянного проживания, либо используются для сезонного проживания такие домовладения. Обязанность по заключению договоров на вывоз мусора. Вот если такой договор не заключается, мы прежде всего проводим с гражданами разъяснительную и работу по убеждению для того, чтобы этот договор заключить. Это прежде всего нужно нам, не просто нам, как органам надзора, но это нужно всему обществу, как непосредственно для поддержания чистоты и порядка. Потому что наличие такого договора и его выполнение способствует прежде всего, что мы все прекрасно понимаем, что этот мусор будет вывезен и утилизирован надлежащим образом. А не размещен подчас на автобусной остановке, в кювете придорожном, либо в лесополосе, либо у забора где-то выброшен на прилегающей территории. Я знаю, что вы проводите различные рейды. Вы как раз выявляете случаи загрязнения окружающей среды. А насколько эффективны подобные мероприятия? То есть как часто удается нарушителя, что называется, поймать? Нарушителя достаточно часто мы ловим нарушителей. Хотя мы не будем, нет самой цели такой гоняться за каждым нарушителем, но мероприятие проводится и в выходные дни, и в будни, в рамках ежедневной надзорной деятельности, в рамках проведения специальной операции «Засада» на территории Московской области в каждом отдельном муниципальном образовании. Мы приглашаем для участия сотрудников полиции, органы местного самоуправления, администрации, участковых для проведения совместной такой операции. В рамках этой операции часто ловим, скажем так, за руку нарушителей и непосредственно на месте оформляем административный материал. Штрафы составляют для граждан, которые чаще всего, и, скажем так, такие нарушения допускают, до 5000 рублей, если в деньгах это смотреть. Штраф, он довольно-таки существенный по отношению к тому объему, который вот он гражданин, чаще всего, это пакет с мусором, который он вынес из дома, и его попытался выбросить в близлежащий куст или на автобус на остановке оставить. Но законом предусмотрен такой именно штраф. А как люди вот такое свое поведение, скажем так, почему они это делают, да? То есть, как они объясняют это? Чаще всего объяснение одно – это отсутствие поблизости оборудованных и обустроенных контейнерных площадок. Это у нас именно что касается частного сектора. В связи с чем, либо у нас правление садового товарищества не озаботилось должным образом такую площадку создать, сделать ее всем удобной, и чтобы ей могли пользоваться граждане, независимо от того, располагаются они на одном конце садового товарищества, либо на другом конце садового товарищества. Либо эта площадка, бывает, что она, допуск к ней достаточно проблематичен, бывает, часто и закрывают ее на замок. Мы такие случаи тоже видели в своей практике, что по каким-либо причинам, ссылаясь на различные факторы, эта площадка, бывает, даже на замок закрывают, но чтобы пореже, я так понимаю, вывоз осуществлять, и тем самым тоже экономия какая-то была, вывоз мусора. И отсутствие оборудованных надлежащим образом мест. Поэтому мы, конечно, вместе с гражданами, также и призываем, и администрации муниципальных образований, тоже гражданам оказывать содействие всем комплексно подбирать такие участки, для того, чтобы домовладельцы могли организовывать такую работу между соседними участками по одной улице, чтобы они могли организовывать работу по оборудованию таких мест, которые им будут удобны для временного размещения своих бытовых отходов с целью последующего их вывоза по договору с мусоровывозящими организациями. Вот такая схема работы, она должна нам налаживаться и притворяться в максимально сжатом режиме в жизни. Ну а если вот смотреть по практике, все-таки какие-то меры к наведению чистоты, к пресечению подобных нарушений, какие-то меры предпринимаются? Чище ли становится или же все-таки пока, скажем так, не получается? Конечно, конечно, становится чище. Это мы можем видеть на территории всех наших, без исключения муниципальных образований, что одна есть пословица старая, там чисто, где не мусорят, но есть еще современная пословица, что там чисто, где и убирают. Это одно другому не мешает. И не мусорят, и необходимо обязательно поддерживать чистоту и порядок. Это у нас дорожные службы обязательно. Мы их обязываем и следим за дорожными нашими службами с целью, чтобы придорожные полосы поддерживались в надлежащем состоянии. Городские службы, муниципальные службы, следим за то, чтобы они исполняли свои обязанности и участки на балансе муниципальных служб также все приводились в порядок и убирался мусор своевременно. В том числе мусор и мелкий, бытовой, который может быть хаотично разбросан, так и в таких вот пакетах, которые могут быть граждане из машины буквально выкидывать. Но это, естественно, мы следим, чтобы этот мусор своевременно убирался. А граждан призываем быть культурными не только с точки зрения общей культуры, но и с точки зрения культурного отношения к окружающей нас территории. А есть ли, может быть, какая-то статистика по поводу того, где грязнее? То есть, где такие навалы мусора появляются чаще, может быть, по поселениям? Или рядышком с СНТ? И конкретно с какими СНТ? Есть у нас болевые точки. Их достаточно большое количество. Все перечислять сейчас, конечно, сложно. Болевые точки у нас это... Общие болевые точки вдоль шоссе, основных шоссе, это Ильинское, Волхоламское шоссе, чаще всего, которые мы фиксируем в ежедневном режиме. Вот такие навалы. А М-9 Балтия? М-9 Балтия. Но М-9 Балтия, ее отличительная особенность, она имеет шумозащитные экраны и ограждения, которые не дают, скажем так, именно бытовому мусору остановиться и выбросить этот бытовой мусор. Там поменьше такого бытового мусора. Чаще там встречаются промышленные. Бывает, что строительные машины со строительным мусором могут несанкционированно заехать и где-то грунт вывалить с включением различных бетонных элементов. А именно как с точки зрения бытового мусора, это и есть у нас поселение, и в городском поселении Нахабино, есть отдельные садовые товариства, где есть участки, фиксировались локального замусоривания и захламления территории таким бытовым мусором, который чаще всего образуется от жителей. Больше неоткуда ему образоваться. Это мусор, который непосредственно используется, упаковка тара в нашей непосредственной жизни. Ну а тем не менее, сейчас СНТ обязали заключать договоры вовремя на вывоз мусора. Все ли СНТ в нашем районе такие договоры заключили? Все ли организовали удобные контейнерные площадки? Да, совершенно справедливо, Максим. Мы также следим за этой непосредственным выполнением обязанностей СНТ по заключению договоров. И можем сообщить, что 99% садовых и некоммерческих партнерств, товариществ на территории Красногорского района имеют договоры на вывоз мусора и поддерживают контейнерные площадки в надлежащем состоянии. Имеют такие площадки. Есть отдельные, если нас сейчас могут видеть, руководящие органы или жители этих товариществ, которые еще не до конца оборудовали надлежащим образом контейнерную площадку, не соответствуют, может быть, всем требованиям, которые накладываются к ним. Они об этом знают, и мы их призываем, пользуясь случаем, завершить эту работу. В ближайшее время мы будем повторно проводить проверки на предмет как заключения договора, его действия, так и состояние содержания контейнерной площадки на территории таких товариществ и партнерств некоммерческих. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы, чтобы вы так достаточно кратенько ответили все-таки, как же заставить людей не мусорить и как заставить их вовремя заключать и оплачивать договоры? Я понимаю, что сложно, да. Кратко, да, тут, конечно, одним словом не ответишь, но самое главное, это наше внутреннее отношение к тому, что нас окружает, к той территории. Невозможно заставить человека принудительно, важно его побудить, чтобы он был заинтересован прежде всего надлежащим образом поддерживать порядок у себя на своей родной земле. Поэтому мы с нашей стороны стараемся максимально провести разъяснительную информационную работу о том, что есть и типовой договор, есть документ, есть нормативная база, которой просто необходимо придерживаться при заключении такого договора. Вся нормативная база у нас имеется на данный конкретный момент. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы возникают по заключению договоров, по общению с организациями, которые осуществляют вывоз мусора, по такой работе, вы можете обращаться непосредственно в свою администрацию по месту жительства муниципального образования, можете обращаться в Госаднотехнадзор, территориальный отдел номер 29 Красногорский район, по телефону могу сообщить номер телефона 8498-568-5595. Можете нам звонить, мы обязательно вам все разъясним, все вопросы, которые у вас возникают. И обращаться в районную администрацию. Также воспользоваться сетью интернет, найти этот договор и все прочитать, и все документы, все есть в интернете в свободном доступе. Ну что же, Денис Сергеевич, мне остается поблагодарить вас за такую информационную достаточно беседу. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Денис Сергеевич Катарюхов, заместитель начальника 29 отдела Госаднотехнадзора Московской области. Это было актуальное интервью. До свидания и до новых встреч.